Приветствую вас, и вы знаете, вот я представил вашу проблему, ваш вопрос, и вы знаете, вот вы задрашиваете нас, по сути дела, как поменять вашего молодого человека, а как сделать его, как я понял, кем-то другим, кем он не является, как сделать его таким, какой он вам нужен, и вот это, наверное, ваша главная ошибка. То есть, смотрите, какая получается ситуация. Мужчина, в принципе, вел себя с вами, так как он ведет себя сейчас. Так же. Да, немножечко он сейчас стал холоднее, немножечко сейчас он стал меньше внимания вам уделять, но правда заключается в том, что он, в общем и целом, ведет себя так же. У него тяжелая работа, он встает, единственное, что произошло, это то, что сейчас, может быть, страсть, которая между вами была, она немножко поугасла. И из-за этого мужчина вот принимает вас, как что-то само собой разумеющееся, и уже так трепетно к вам не относится. Хорошо это или плохо, мы здесь говорить не будем, потому что это не имеет особого смысла. Дело в том, что это естественный ход отношений, и отношения необходимо развивать, отношения это всегда работа двух людей, это тоже важно понимать, это тоже очень важно отдавать в этом отсчет, в том, что отношения это всегда работа двоих людей. Так вот, мы сейчас говорим о том, что вы хотите поменять своего молодого человека. А брат заключается в том, что он ведет себя так, потому что это было изначально его таким вот поведением. Ну, оно таким было. Я понимаю, что вам оно не нравится, я понимаю, что вы хотели бы, чтобы он вел себя иначе, но он ведет себя так, как ведет. И вы сами для себя сейчас решите, вот какой момент. Он не уделяет вам достаточного внимания. Он не звонит, да, как вы говорите, холодный и так далее. Вы, как женщина, имеете полное право требовать от мужчины, или, по крайней мере, не требовать, а вы нуждаетесь во внимании, вы нуждаетесь в мужской ласке, в тепле и заботе. Соответственно, скажите, мужчине откровенны о том, в чем вы нуждаетесь, что у вас есть потребности. А в этом нет ничего страшного на самом деле, в том, что вы скажете, что вы нуждаетесь, допустим, в любви, в внимании, да, в ласке какой-то и так далее. Это нормально. Скажите мужчине, может быть, он за своей, так сказать, работой, за своими, там, проблемами, просто-напросто не замечает того, что его отношение к вам изменилось. Ну, вы попробуйте ему сказать. Ведь хуже от этого не будет, если вы мягко, ненавязчиво, без претензий объясните ему, в чем вы нуждаетесь. Другое дело, как он на это отреагирует. Может быть так, что мужчина, ну, скажет, да, конечно, дорогая, прости меня за то, что я, там, не уделяю тебе времени, достаточно сильно, достаточно много, да, у меня, там, проблемы, допустим, какие-то и так далее. И в этом случае вам, конечно же, нужно адекватно оценивать, что мужчина свое поведение осознает, понимает его и хочет его изменить. В этом случае, знаете, мужчина, если вы видите, что человек ничего не меняет в своем поведении, если вы видите, что мужчина не хочет ничего менять, то ему нет никакого резона, нет никакого стимула менять в своем поведении так, чтобы прилагать больше усилий к тому, что он имеет уже сейчас. То есть, что, по сути дела, происходит? Одно дело происходит, что мужчина раньше, благодаря, там, отношениям, благодаря тому, что у вас было, мужчина с определенными забратами ресурсов получал определенное количество вашего внимания. Сейчас он этого, он получает все, все ровно столько, сколько ему и нужно, только теперь вы будете требовать от него, ну, скажем так, большего количества добра. Естественно, естественно, если у мужчины чувство есть действительно, как вы говорите, он к этим добратам отнесется, ну, с пониманием, мягко говоря. А вот если нет, то вы убедитесь сами, что он не очень-то сильно вам не нравится. И в таком случае вы покажете ему, что вы не собираетесь терпеть, не собираетесь ждать, что вы будете искать то самое внимание, которое он вам не дает, где-то в другом месте. И мужчина будет бояться вас потерять. И как он отреагирует на этот страх, зависит от его чувства. Если он вам не просто дрожит, то он будет это сам поведение менять так, чтобы вы от него не ушли. Если он вам не дрожит, то он, соответственно, не будет ничего делать. Но нужно, не нужно менять его, как бы это сказать, насильно, да? Нужно, чтобы человек сам хотел измениться. Вы не сможете просто по зову, да, вот, по желанию его взять и изменить. Это невозможно. Да и человек будет другим, если он будет насильно меняться. Нужно, чтобы это шло от его души, от его сердца. А для этого необходимо искренне. А искренность можно и нужно вызвать. Как вызвать? Ну, на самом деле, вызвать только, я уже сказал, с ответствующим поведением. С ответствующим поведением для того, чтобы человек осознал какие-то свои, там, ошибки, например. Только так можно вашу проблему решить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы делаете его лучшим. Делаю вам всего доброго и принятие верного решения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!